Уважаемые члены Совета Федерации, в настоящее время в нашей стране с официальным визитом находится делегация Национального собрания Республики Армения во главе с председателем собрания Араратом Савелычем Мирзояном. Члены делегации сегодня присутствуют на нашем заседании, давайте их поприветствуем. АПЛОДИСМЕНТЫ Член правления партии, гражданский договор, основателем которого является премьер-министр Армении господин Пашинян. В апреле 2017 года господин Мирзоян избран депутатом Национального собрания Республики Армения. С октября 2018 года в связи с уходом правительства в отставку исполнял обязанности первого вице-премьера Республики Армения. В январе 2019 года избран председателем Национального собрания Республики Армения. Господин Мирзоян является автором многих аналитических публикаций в армянской и международной прессе. Позвольте предоставить слово для выступления председателю Национального собрания Республики Армения Арарату Савелычу Мирзояну. Пожалуйста, Арарат Савелыч, вам слово. Доброе утро. Валентина Ивановна, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за теплый прием и предоставленную возможность выступить на пленарном заседании Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Я с удовольствием воспользуюсь этой возможностью, чтобы продолжить диалог, который интенсивно ведется на уровне руководителей наших государств. Мы должны поддержать и укрепить его по линии двустороннего межпарламентского сотрудничества наших стран и всячески способствовать дальнейшему наращиванию плодотворного сотрудничества между заинтересованными министерствами, ведомствами, региональными администрациями, а также на деловом уровне и, что не менее важно, в гуманитарном и культурном плане. Прямой, непосредственный, искренний диалог, направленный на укрепление взаимопонимания и взаимного доверия, обсуждение всевозможных вопросов, поиски взаимовыгодных решений и развитие сотрудничества по всем без исключений направлениям. Искренний, тружественный диалог, который приобретает особую важность в свете того обстоятельства, что в угоду своим лоббистским интересам и с использованием сомнительных манипуляций в медиапространстве наших стран, некоторыми кругами и третьими странами предпринимаются попытки предоставить процессы, происходящие в Армении и вокруг Армении, в искаженном, ложном свете, посеять непонимание и неопределенность, тем самым ослабляя также наши общие позиции на международной арене и увеличивая уязвимость наших государств перед лицом внешних вызовов. Со всей ответственностью хочу заявить, подобные попытки более чем тщетны и изначально обречены на провал, полный провал, потому что вбить клин в наши отношения невозможно, потому что в невременные основания, предпосылки и причины близости наших стран и народов стоят выше политической конъюнктуры и сиюминутных узкокорыстных интересов определенных кругов и стран. В этой связи хочу подчеркнуть, что только мы с вами можем определять повестку наших двусторонних отношений и мы будем продолжать делать это, исходя из исторически сложившихся, взаимной духовной и культурной близости, симпатии дружбы наших народов и обоюдных долгосрочных интересов наших государств. И руководствуясь этим высшим приоритетом, волею народа и интересами государства, я как председатель Национального собрания Республики Армения считаю необходимым в Совете Федерации и еще раз озвучить и закрепить тот тезис, который неоднократно высказывался нами на всех уровнях и по разным случаям, начиная с апреля 2018 года. Армяно-российские отношения особенные. Армения считала и считает Россию своим стратегическим партнером. Дальнейшее укрепление наших отношений и преодоление возможных барьеров на этом пути является одним из приоритетов нашей внешней политики. Это восприятие, эта концепция отражена в утвержденной на днях Национальным собранием Армении пятилетний план правительства Армении, что, конечно же, является ярким подтверждением вышесказанному. Дорогие друзья, одним из ключевых аспектов армяно-российского сотрудничества является обеспечение безопасности и сохранение стабильности в мире в целом и в регионе Южного Кавказа в частности. Мы выступаем против попыток разрешения конфликта военным путем и приветствуем инициативы, направленные на достижение устойчивого мира и стабильности на нашей планете. В этом плане, в свете более широкого взаимодействия, недавним примером может служить отправка группы наших специалистов в Сирийскую Арабскую Республику. Армянская гуманитарная миссия, которая недавно была отправлена в Сирию, служит исключительно целем продвижения мира и стабильности, помогая сирийскому народу в восстановлении жизнедеятельности в районах, пострадавших от конфликта. Мы благодарны российской стороне за содействие в организации доставки нашей гуманитарной помощи в эту страну в течение последних лет. Вышесказанная гуманитарная составляющая становится еще более актуальной, особенно в эти дни, когда армяне всего мира поминают жертв зловещей сумгаидской резни, которая произошла более 30 лет назад и стала предтечей погромов, направленных против армян, положив начало политике полномасштабных этнических чисток. Это привело к массовому исходу армянского населения из Баку, Сумгаида, Кировобада и других городов. Уважаемые коллеги, хочу особо подчеркнуть, что Армения остается привержена исключительно мирному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта с учетом сложившихся в регионе реалий и на основе основополагающих принципов международного права, в частности, права народов на самоопределение в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, единственного имеющего легитимный мандат международного сообщества формата. В этом контексте хотелось бы подчеркнуть, что мы высоко ценим роль Российской Федерации в качестве страны-сопредседателя Минской группы. Дорогие друзья, вынужден с сожалением констатировать, что, несмотря на высокий уровень и союзническое взаимодействие между нашими странами, а также последовательные усилия российской стороны, направленные на мирное разрешение Нагорно-Карабахского конфликта, некоторые наши российские коллеги буквально вчера стали участниками ярко выраженной антиармянской акции, прошедшей в Баку и направленной на подрыв устойчивого мира и стабильности в регионе. Более того, вызывает справедливое недоумение участия в данном мероприятии некоторых членов Российской Армянской межпарламентской комиссии. Между тем, дамы и господа, важнейшую роль в наших межпарламентских отношениях, ключевым звеном, важнейшую роль играет комиссия по сотрудничеству между Национальным собранием Республики Армения и Федеральным собранием Российской Федерации. На протяжении многих лет комиссия служила эффективной платформой для конструктивного диалога парламентариев, экспертов, представителей делового сообщества двух стран. Сегодня мы можем придать работе комиссии новый импульс и подготовить ее обновленную повестку. Уважаемые коллеги, не могу не отметить направление многостороннего военного сотрудничества и экономической интеграции, подкрепленное участием наших стран в международных военно-политических и экономических организациях, организации договора о коллективной безопасности и Евразийском экономическом союзе. Примечательно, что по инициативе именно правящего большинства в Национальном собрании Армении сформирована новая постоянная комиссия – комиссия по вопросам региональной и евразийской интеграции. Комиссия в числе прочих вопросов будет заниматься гармонизацией законодательств стран-членов Евразийского экономического союза. И это еще один весомый пример, который, кстати, в большой степени может служить образцом для других стран-членов ЕАЭС. С 1 января 2019 года наша страна председательствует в органах Евразийского экономического союза. Приоритеты председательства Армении, представленные в обращении премьер-министра Армении, председателя высшего Евразийского экономического совета Никола Пашиняна к главам государств-членов ЕАЭС включает в себя такие направления, как энергетическая отрасль, диверсификация евразийской транспортной инфраструктуры, развитие высокотехнологических секторов экономики и полноценная реализация цифровой повестки союза, обеспечение роста и устойчивости финансового сектора. В свете вышесказанного хочу отметить, что двустороннее армяно-российское экономическое сотрудничество успешно развивается и на межрегиональном уровне с участием практически всех областей Армении и около 70 субъектов Российской Федерации. Тем не менее, убежден, что у нас имеется значительный незадействованный пока потенциал для дальнейшего развития децентрализованного плодотворного сотрудничества. Суммируя, можно с уверенностью констатировать, есть все предпосылки, чтобы армяно-российские отношения наполнились новым смыслом и содержанием, основанным на взаимоуважении, взаимопонимании, взаимовыгоды и общности культурных кодов, став наглядным примером нашего стратегического партнерства. Для этого оба наши государства должны приложить все возможные усилия. Это улица с двусторонним движением. И здесь перед нами открывается широкое поле для совместной, интенсивной и ответственной работы. Завершая свое выступление, хочу от имени нашей делегации еще раз поблагодарить вас, Валентина Ивановна, уважаемые члены Совета Федерации, за радушный прием и гостеприимство. Надеюсь, что мой визит и ваш сердечный прием станут еще одним подтверждением незыблемости наших отношений в интересах обоих стран. Благодарю за внимание. Уважаемый Артем Саввелович, от всех членов Совета Федерации, хочу поблагодарить вас за ваше выступление, пожелать вам, всем членам делегации, успешного продолжения визита. Спасибо огромное. Спасибо вам. Спасибо.